всем привет с вами андрей у нас рыцари бумаги и пера третья часть собственно я бафнулся так как говорил баф получил собственно кулдаун у него пошел город вот так вот сейчас данный момент прокачан у нас получается данж 3 кузнец 7 печка 4 хранилище 10 маркет 9 получается основное здание в игре так называемый ратуша 7 получается гильдия 5 и храм 3 библиотека у нашей стая давайте пробежимся дальше по квесту как говорил нам нужно силу выбить обязательно плюс сила она для кого хороша будет она будет хороша для физиков для всех типов поэтому сила очень полезно пришла а скорее всего об не скрипит в общем и целом сила очень полезный предмет они между собой разговаривают я особо в диалоге не вникаю потому что ну это конечно интересно но собственно у нас персонаж 18 18 18 18 18 18 это получается воин шаман рога маг и клерик 2 хила 2 dd один танк по сути говоря по скиллам у меня собственно прокачан блэс данный момент на маги прокачана концентрация фаербол и зеркало в данный момент у роги прокачано все кроме собственно отравляющего удара у шамана прокачан первый скилл его групповое лечение так называемое на три цели минимум с каждым разом она все у у танка прокачан гард и собственно блок вот собственно двигаемся дальше нам что-то там дали судя по всему до нам дали две силы собственно почему две потому что как я понял у нас бонус идет за количество дней вот поэтому нам по несколько предметов дает как вариант можно роги поменять усилить его а что собственно дает сила что вы имели представление давайте посмотрим на цифра роги уберись опять я не люблю вот эту вот фигуру приходится 220 крит физа 215 давайте перейти переоденемся посмотрим 247 244 есть еще раз баф ним то есть мы вместо выживаемости на уклонение ставим и роги д д для того чтобы он просто чуть скажем так больнее бил что касаемо шапочки из фольги которые у нас присутствуют я думаю стоит пока заменить аж саму шапочку из фольги поменять шапочка из фольги дается определение контроля разума тем самым вас не могут здесь в контроль разума и вы по сути говоря ну над вами не будет классно у нас есть еще на один уклонение но я думаю уклонение пока давать никому не будем давайте уберем сразу контроль разума и опять же непонятно на каких боях ловить этот контроль поэтому есть только мы какой-то бой проиграем тогда уже будем думать а пока она нет смысла пробегаем сюжет нам нам дают зеленый щит в кой-то веке и собственно еще это у нас еще класс на фиша собственно body mint и пил ну это собственно что-то похожее на жирного скорее тут лихила она подойдет этот способность но то что щит это кэш-кэш классно это шикарно щит полезная вещь он у меня на танке что вы понимали у меня только серый щит а ему хотелось бы хотя бы зеленый а тут идет градация по цвету собственно серый зеленый ну как в большинстве игр собственно синий фиолетовый но дальше я по крайней мере пока не видел возможно еще оранжевый есть но не знаю точно и поэтому говорить не буду они между собой болтают давайте уже приступать квесту мне нужен мой щит отдайте мне мой щит а личинки кстати говоря по поводу личинок это одни из самых опасных существ они конечно не атакуют 4 хода но они самые опасные существа потому что они превратятся в бабочек которые потом призовут еще одну личинку и которые в свою очередь будет вас просто тушить поэтому личинок нужно узнать как можно быстрее нам кстати очень сильно повезло то что они не агрессируют на нас если бы они еще били при этом это был бы полный файл ходит 1 рога уроки у нас способность повара он может давать предметы вот сейчас вот на фокус например то есть он apple себе крит урон давайте срежем эту практически срезали удар 1000 бру у нее 1400 чтобы вы понимали хп примерно кастую фарбол вырезали одну я личинка в любом случае одна за респалмится скорее всего мы не сможем отрезать задок а только два да да ну давайте я оставлю личинку для того чтобы вы просто посмотрели что это за личинка что вообще из нее получается на самом деле лучше конечно это не проверять потому что но давайте какие-нибудь бафы на себя для того чтобы не бить случайно не убить случайно личинку нам просто нужно четыре хода подождать она нам показывает сама личинка сколько ходов осталось у нее всплывающая циферка она ходит 6 давайте блеснемся например или что-нибудь другое вот видите у нее эволон три то есть нам нужно еще один ход подождать я даже не знаю чем уроки ждать ну и давайте вилл наложен это собственно количество маны бафнемся еще раз шаман ну не знаю шамана тут неважно что я просто хочу вам показать мы буш давно бы его убили я просто хочу вам показать что что вообще из этой личинки получится авиак наносит урон интересно нет яхт не наносит урон собственно войти я куда типа филинки ну не знаю не важно чем будем заниматься вот смотрите сейчас четвертый ход и она эволюционирует вот в эту вот хреновину я правда не знаю чем москву а вот она вики она сразу призывает новую личинку и личинка начинает отсчет заново в этой хреновины 1100 хп но и она кстати говоря 22 уровня то есть вы представьте насколько жирно это хреновина на самом деле эффективнее всего бить именно dd они конечно очень жирные но они вам по сути ни хрена не они очень тонкие тонкие из того что они dd они очень и очень тоненькие поэтому я чем выше уровень мобов тем как тяжелее бить но у них ну и у вас должен быть урон выше нам все должны щит отдать отдайте мне мой щит не там говорят вот еще идти надо на 750 монет давайте добежим а на меня пират напал на самом деле пират это скорее всего квестовый этот то есть мы откроем сейчас рыбака скорее всего и пират нам его закроет они между собой разговаривают много говорят обожают говорить обстанова профессия разблокированным об этом сказали мы собственно разблокировали фишера давайте посмотрим мы его собственно видели уже но у нас теперь у танка новый щит чтобы вы понимали что защит у на у нашего танка но у нас их два потому что как я говорил ранее у нас размножение за счет и дня недели вот обратите внимание мой мой щиты экипированы данные ты первого уровня зелененький щит поэтому чем выше цвет тем лучше щит то есть видите да то есть мой 1912 до пятого уровня а этот первого уровня 4120 но это вообще офигеть можно у танка новый щит шикарно давайте сразу заменим у этого у паладина тоже щит отдадим ему тоже зелененький щит ну просто я как для коллекции все равно нам некуда его девать поэтому отдадим паладина и паладина поменяем местами обратно как вы помните в прошлой серии мы открыли класс лича но я правда им особо играть опять же для него нужна легенькая партия потому что нашим персонажем большим она особо не актуально будет расщепим эти два щита которые нам не нужны собственно 6 слитков которых можно потом перевести в опыт тысячи монет нам по по возможности побольше пробежать по квесту нам тут дают бутылочку на полторы тысячи хп сильная бутылочка но наверно нам за нее придется сильно попотеть а я фишера вам не показал вот вот эти вот существа которого за спиной у этого это самые мерзкие у них отражение висит вот по цифре 7 и сейчас вы видите у них отражение я с ними уже встречался на чуть чуть дальше прошел и у меня прогресс обнулился это когда я была скажем так старая версия игры у меня прогресс просто обнулился из-за этого мне не получилось чтобы вы понимали вот это вот флора док флора док вот этот демон дартс он легенький его очень быстро можно сдуть а вот этот флора док он с отражением причем вот смотри час я его ударю он мне в лицо ударил видели мой мой персонаж миссанул то есть по нему миссанул с еще раз смотрите ударил 119 он мне в лицо 300 ударил причем он мне дважды ударил судя по всему то есть у него возвратка идет это просто какой-то финиш на самом деле его желательно срезать и желательно каким-нибудь персонажем который сможет пережить его возвратку я просто против этих мобов дрался одни из самых мерзких мобов как по мне потому что возврат к это прямо что-то с чем-то то есть ты по сути ни хрена не делаешь у тебя в лицо прилетает урон сейчас нам еще скорее всего пихнут я просто да нам еще пихнул час тот же самый принцип нам нужно бить именно теми персонажами которые могут его убить на эти на этих маленьких не работает это то есть возвратки у них нету но на жирных возвратка вот это на этом на пятерке работает то есть он ведь и он по троим шлюпнул вообще 300 впихнул но 300 нам все равно мы вылечим вас правда не с таким слабоват но я думаю хило можно 1 и будет в первую очередь кошмага хочет запнуть видите 200 270 просто в лицо прилетела с ничего из того что мы просто ударили вот эту жирную хреновину давайте попробуем срезать да собственно и и срезали и по мне мисс прошел вы видели на 5 процентов хп можно полечиться а вот это собственно специя которая у нас присутствует она идет от профессии повар давайте посмотрим что дает профессия рыбак сейчас диалоги с королем закончится надеюсь это за одну склянку опыта точнее склянку опыта склянку лечение на полторы тысячи это просто смешно но смотрите вот на хрена мне одна склянка на полторы тысячи хотя тут единственные есть бриллиантики что очень полезная вещь а собственно у меня в маркете сейчас зелено-синие вещи но они ведь они за бриллианты но за бриллианты сами понимаете это очень и очень долго я тут эти заметил одну вещь у меня маркет по сути не обновляется то есть как сказать цифра то идет обновление но ассортимент в нем не меняется не знаю чем это связано и честно говоря ну это можно все купить конечно в первую очередь в идеале вот это вот и купить шарфик потому что но он просто шикарен для мага он будет шикарен во всех смыслах что этот минт который присутствует там он очень-очень сильно баф нет могу спал пауэр вот еще одна склянка это restore 500 хп 90 магии на на всех членов пати на 4 раунда ночью это копейки ну 500 хп ну и чуть такое ну это что такое ну 150 энергии для всех членов пати ну это ну проходим сюжет по максимуму по возможности я по крайней мере уперся в этого в моба в этого в нежити я по мере тогда не смог его пройти но потому что она была подкачаться скорее всего сражение посильнее собрать но я тот момент я не понял этого вот собственно опять же от этот отряд несчастными кстати по инициативе вы поиграли но на самом деле на их рога нам ничего не сделает мы элементарно сильнее они чтобы понимали у них уровень час я покажу собственно 77 9 на рефлекс а то есть рефлекс это собственно уклонение чаще всего по идее будут бить танка скорее всего поэтому бафаемся на уклонение в нам надо вырезать желательно хила в первую очередь бафаемся на защиту так называемый блок он тоже бафнулся на блок он ударил фури это таргет агро этот гнида кинула метку и теперь все будут наши персонажи бить шамана но шаман не пробах он просто уходит в астрал и теперь никто его не будет бить потому что уж никто не сможет его ударить давайте убьем наверное в первую очередь этого меточника но из из-за того что он агр был мы не смогли упасть средно на срезать этого меточника убили метку метка больше не будет появляться наших персонажей теперь в идеале срезать его нужно из того что идет гард идет фурия мы бьем танка хотя мы выбираем другую цель то есть он а горит цели из-за этого мы постоянно бьем его вместо того чтобы бить кого-то из членов его пати у нас собственно идет лечение давайте полечим своих концентрацию берем для того чтобы усилить удар сейчас как вариант можно срезать попробовать единицу мы не срежем потому что байк степ нет работает как работает вообще байк степу байк степ работает если вы бьете следующую цель после вашей цифры текущей поэтому уроки очень важно иметь очень высокую скорость есть например цифра 1 это хорошо это идеальная скорость а вот цифра на получается в нашем случае 8 это очень дерьмовая скорость была бы берем байк степ режем рог этого хила срезали хила было больше у них нету ну он у нас еще защищать быть до последнего потому что у него защита единственный у него висит отогревание от роги наш танк 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 согрел танка то есть бх согрел нашего танка вара на самом деле смешно мы убили этого рогу тут скорее всего даже не не суди по шапке потому что наша рога в зеленый ходит а он ходит собственно другого цвета убиваем бх нам не хватило крита давайте может бахнемся собственно на два раунда это так называемый блэс это шанс на ролл и очень полезная вещь особенно если вы играете против дотов то есть такие как я открыл течение сало и так далее все вот такие вот похожие доты они очень-очень полезные собственно 2 скляночки получили но они как и говорил слабоватые скляночки книга книга хорошо она опять вот книга опыта книга опыта бесполезно единственное в чем ее преимущество она дает 1000 опыта в нашем случае зелененькая куда-то нам надо идти не понял что за квест нам надо отправиться на на red desert пошли пошли прогуляемся на red desert собственно у нас новая локация за 3 750 нужно добежать на самом деле когда я в первый раз играл тут не было цены на передвижение к этой локации поэтому я даже удивлен почему разработчики добавили но эта фишка этих серий то есть если вы играли например вторую часть мы берем собственно первый вариант фишка этих серий в том что передвижение платное по крайней мере во вторую часть если вы играли у меня кстати есть на канале но мы выбираем первый вариант мы особо не думаем неважно о чем они там будут говорить потому что я особо перевести все прям дословно не смогу но это серьезные ребята особенно задник но переднего нам надо в первую очередь сливать давайте посмотрим уровень пятый уровень нам нужно лучника слить в первую очередь будет маг хоть последний маркет внимание прям смешно баф на миндле миндле в принципе для мага подойдет либо для любого магического класса даем себе астрал хотя можно было лучника порезать чуть не подумал давайте порежем лучника у нас пытаются застанете кастыр для себе блок вот он собственно маг кастует на нас кровотечение сала но у него ничего не получилось наш этот за резистил как его называет в общем наш за резистил клерик убили лучника теперь из нас большую магию никто высасывать не будет теперь наш значит срезать мага для того чтобы 5 процентов энергии давайте континге дадим режем мага урона не хватило как вы видите пока есть этот нужно кидать на себя защиту от этого именно пока есть маг который кидает дотаем про которые я говорю только что нужно кидать защиту от дотов защита от дотов самое лучшее это узкие именно блэс на самом деле даже доты нам плюс идут почему потому что за счет нашего мага у нас присутствует способность так называемый татуировщика она меняет дебаф один рандомный на один рандомный баф что очень очень полезно тем самым мы можем не особо напрягает не особо напрягаться убили собственно угро почему такую состав пати вину потому что танк в любом случае должен быть то что у него масса у него на три цели либо едини по единичной цели если это необходимо давайте посмотрим кто из них толще 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 они плюс-минус одинаковые давайте тогда вот на этого обоих забрали собственно маг этим все сказано особенно секрет и выйдут на маги это вообще это огромный урон собственно агр с ничем особо не примечательный почему потому что мы много раз не может встречались это собственно на опыт тут больше всего нужен опыт именно роги но я обычно беру больше всего опыта на танки потому что ну он единственный скажем так dd много а вот танк единственным экземпляре у нас поэтому очень нужно именно опыту именно дд точнее танку отдать где книги то есть несчастные вот они эти книги и узнаем их обе на танк отдаем потому что если ляжет танк ляжет вся пати с высоким процентным шансом нам собственно говорят что у нас открыл достижение но вы давайте его заберем приюзание книги в одну минуту две книги достижение так называется нам подскажут что что еще предмет примет опнулся это ряса так называемая роба на у нас она на роге одета на самом деле почему она не того что она просто дает энергию и немножко скорости ну и дэв там маленький процент собственно арба это шикарно арба это прям самый лучший предмет пятый этот книжка но пятая книжка нам особо не нужно но тут 16 уровень то есть за арбу нам придется попотеть скорее всего но мы плюс у меня мы 18 уровень как вы помните поэтому мы в принципе должны ее справиться давайте выберем первый вариант и будем двигаться дальше они там конечно же поговорят хорош бубните арбу скорее всего будут защищать потому что это причем не самым слабым образом потому что ну это ребята не самые дохлые арба это очень ценные предметы она по крайней мере в магазине предметы с арбой очень-очень дорого продаются сейчас скорее всего нас бх нападет с командой я так думаю нет на нас на полете но эти ничем особо не примечательные их провинции многовато мы инициативу у них выиграли 9 уровень тифлинге ничем особо не примечательны 1000 хп они упадут за пару ударов баф бафнемся собственно на баф у нас вилл вилл это у нас количество маны защитим нашего мага точнее так называемого не мага шамана то то чтобы его никто не дамажил астральная проекция защищает от всего дамага будь то урон по площади либо урон по в цель его просто не видит как будто бы он отсутствует на карте от слова совсем посмотрим тифлинге бьют у нас чем-то нет они самые обычные то есть они максимум один удар бьют поэтому для нас тифлинге не особо страшные будем резать как обычно каст удары все ли все лежат минус собственно даже не добили немножко макс слабоват оказался давайте добьем три цели забрали далее топор боевой но боевой топор для нас бесполезен потому что если он не зеленый для нас он бесполезен и выпала склянка она для нас тоже бесполезным и выпала еще одна склянка но она уже зеленого но уже лучше собственно выпал по ушел 750 хп в принципе неплохо 250 слабовато а топор он опять же он серый серый топор для нас бесполезен у у нас получше экипировка поэтому мы ее не используем она хорошо нам надо идти в лес забыха давайте добежим в лес обратить маня цена перемещение 10000 то есть вы понимаете насколько тут дорого перемещаться поэтому давайте переместимся за 10000 охренеть нужно это ужасный бой а мы в инициативу проиграли еще хочу обратить внимание рога у которого скорость огромная он и ходит девятым это самый-самый по а ну нет десятый еще есть это 12 лучники открыть очень больно сейчас будет нам это достаточно тяжелый бой в плане того что лучники они будут высасывать из нас магию шаман конечно тоже тяжел тяжеловат но он в единстве он обратите внимание минус маг то есть мы здесь даже можем в теории проиграть потому что как вы видели лучник вас ваншот на уже один да уж ну нам просто не повезло скорее всего с этим с мобами тут наверное нужно кастовать хил я так думаю кастуем масса гор пороги сами бесполезно а он опять же уходит поставил лечить некого ждем это пока не наши ходы идут поэтому уже просто ждем пока они походят собственно рога бафается посмотрим что у него тут у него сила отлично сейчас никого не срежем мы можем срезать она у нас без шансов мы никого с критом не срежем а как работает бак степ байк степ работает так называемый удар спину он работает если мы например были бы восьмые если бы цель была бы девятая то мы бы ее критическим уроном нанесли сто процентов но у нас так сделать не получится потому что все обгоняют нас по инициативе тем самым мы в этом вопросе слабоваты поэтому давайте режем неважно кого потому что урон всем критического не будет главный шут танк дожил делаем масса гор мага можно воскресить я даже сказал нужный но вы сами видели этот бой мы проиграли потому что мне вас ваншотнули мага просто тупо да этот бой мы проиграли сто процентов и потому что тут слишком жестокие мобы мы скорее чем на это тогда и будем останавливаться то что нам нужно качаться у нас они просто убивают но они мне уже двоих снесли иуда удар в тысячу это прямо откровенно много учитывая что удар в тысячу по танку был чтобы вы понимали для у танка у моего а я не могу посмотреть сейчас ну мы здесь слились надо бежать с поля боя иначе бы здесь весь отряд сольем нажимаем курицу просто сбегаем с поля боя мы сбежали с поля боя квест конечно про и проиграли но там то вы видели к уровень квеста 16 тир тем самым для нас он прямо откровенно не великоват был ну и тебя я говорю арбуз защищают очень сильно потому что она это достаточно редкий предмет и его будут защищать любом случае если вы думаете что он просто так будет лежать ни хрена просто так не будет лежать арба арбу сильно защищают всегда поэтому ничего удивительно что ее так прямо дефали сильно давайте воскресим наших вот уже 1600 на 18 уровень посмотрим сможем ли мы спать шанс 20 процентов поспать поспать без шансов поэтому ну шанс есть но она скорее всего нападут поэтому давайте перебежим в деревне и просто спокойно поспим на кровати поспали на кровати тем самым без проблем у нас восстановил здоровье нам нужно качаться потому что нам нужно лучше снаряжение потому мы не тянем его скажем так там слишком жестокие ребята которые нас просто отправляют на фонтан собственно блэст еще три минуты будет работать баф на золото у нас 25 собственно рубинчиков я подумаю куда их можно будет потратить потрачу скорее всего на давайте посмотрим что покачаем лича вместе с вами из одно фишера посмотрим который у нас присутствует ну для лича я думаю нам нужен танк и собственно несколько дд отправим что ну чтобы вы имели представление что из себя представляет хантер которого у меня нету в основном пати паладин и собственно этот лич который сейчас мы возьмем лич скорее всего как маг идет я так думаю по крайней мере мне у него не открыты способности его как вариант открыть способности но тут без вариантов поэтому выбираем джо разница особо не то на самом деле у нас открыть фишер но почему-то мне его не открыли здесь честно говоря что удивительно вы сами видели что у меня фишер был открыт но у меня почему-то здесь у меня открыт видимо какой-то бак но в любом случае а кстати говоря когда вы меняете что-то я вам забыл сказать да вы что-то меняете у на персонажа его скил и они упадут то есть уровень прокачки не знаю почему так сделано виде возможно специально возможно нарочно давайте посмотрим по общей характеристики у нас получается крит 102 взрыве 108 90 80 50 60 ну да хуман лучше по всем показателям единственно только по магии он слабее тут 150 на 25 магет я думаю погода особо не делать в общем целый хуман лучше всех берем собственно его берем универсалом у нас больше вариантов нету лич правда считается он дэдом но все-таки давайте посмотрим что он из себя представляет 9 лич сразу на выпал на самом деле это очень высокие личи видим из того что у нас очень сильно прокачан ну собственно это резурект это так называемый щит миссу и миссующий давайте его в бою посмотрим я просто не думал что он будет девятого уровня из-за этого в целом посмотрим например на не знаю на портале я не думаю что они сильно справиться с мобами на портале там ребята дохленькие ну понятно причинам что наша группа с не откинала эти не откинают вот например троллей я думаю троллей мы не откинаем паладин скорее всего не выживет на троллях а вот защиту на вибрационном поле попробовать откинать можно то есть защиты по сути один бой но единственное нам могут по дороге напасть но я не думал что это сильно критично тем более там четвертый тир то есть для нас в принципе ничем особо и из будет стоить 400 монет дорога ну дохленькие давайте посмотрим что он из себя представляет собственно на врагов чтоб навешивается щит на союзников дамаг и один-одна флеш не знаю что такое лишь атакующим ну по идее давайте щит на союзников а это себя а он щит на себя а на рандомного на одного серьезно а ну да али с с ух нифига у тебя пусух фига себе вы видите этот посох а ну ни хрена себе ты лич даешь ты мне сейчас посохом ну ни хрена себе а что вы понимали я первый раз вижу синюю вещь и с двумя еще тринками то есть это прям откровенно лично сейчас ее сто процентов отдавать будет давайте скастуем защита астрального плана тут то кастуем а на собственно гард ауру то чтобы получить меньше урона да слишком жестокие моба мы не потянем их собственно он зеркалом кастует а ну мы не можем посмотреть наверно давайте уклонение дадим ему ты его сможешь полечить нет не сможем дайте мы даем щита что-то его сильно пробивает хотя наш шаман я думаю с ним справиться как-никак он лечит наша пати ничем не нравится паладин он агрит одну цель погодите а че ты кажется уровень высоковат там у лобов 3 10 непонятно просто как этими ногами играть ну видите на урон копеечный конечно давайте еще яд накидаем а он на одного только кидает дадим ему сало чтобы он свою магию не использовал видите он сало снял и яд снял ну видите вот почему нет смысла накладывать дебафы потому что враги тупые могут их снять особенно высокоуровневые мог бы просто могут с себя снимать эти серьезно это на одного врага а а у странно я думал а у нас их кидает сейчас говоря удивительно на самом деле дохловато вылечь мне не особо нравится а можно было кстати перенаправить этого жука на этого ну ладно на самом деле вот эта способность конечно если и прокачать особенно у получается у охотника метку так называемая она в целом была бы неплохая но опять же чё толку опять же ведь у него магии вообще галяк резурек чит на одного и собственно кастует проклятие что касаемо проклятия пока честно говоря даже не понимаю что они делают что нам не довелось никак их проверить ну собственно пробежали защиту нам квест тоже засчитался по крайней мере не холостую пробежали то есть свои 400 опыта мы отбили вот видите тут тролли просвет два лучника не на 2 лучников она мне потянем более не семерки на на них не потянем я просто думаю что наши пати слабовато для этих лобов но эти перебежим сюда я просто хочу посмотреть что вообще из себя представляет этот на самом деле я открою обижен тем тем что мне рыбака не открыли просто по идее мне должны были рыбака открыто почему-то у меня его не открыли стиле это прокачалась стиле это это физика магический critical то есть получается физический и магический урон у него качается также критический удар что очень полезно кстати говоря это общий товар на это собственно достижение всевозможные давайте еще один-два боя проведем посмотрим гоблинами мы инициативу конечно проиграли проклятие посмотрим вот смотрите а тут проклятие наложилось как она накладывается непонятно непонятно что вообще дает это проклятие поэтому давайте просто подождем в астральном плане а можно было полечить или не подумал ну ладно паладин горта у рука стоит этот начинает просто настреливать 25 и снял 25 снял ну понятно это в общем и целом его проклятие которые кастуют лич это как яд то есть одно нанесение это 25 урон общался на самом деле это дохрена то есть в теории если раскачать яд они просто тупо но опять же доты все вот который яд не яд кровотечение и так далее собственно проклятие так называемого леча и их можно снять причем а мобы сами это снимут высокоуровнево в частности они просто возьмут и снимут себя это все и нихрена ты это не ничего не сможешь сделать можно единственную метку попробовать дать им может он переагрится на него обратите внимание они лечат когда враги текут собственно от яда нас лечат все всех членов партия видели на то есть но они могут снять себя доты то есть так называемые а пассивка чего него делает пассивка наносит дамаг и всем членам патер основной 10 процентов дороге посмотрим и ну как у этого у шамана то есть он по и по идее как хилерский класс идет только чуть более соевовый но опять же он лич зависит от дотов то есть если на врагах висит вот это вот его проклятие лич в принципе неплохо если не висит проклятие лич в принципе слабоват поэтому чё толку как говорится слабоват в общем лечь я не понимаю почему нам не дали фишера а мы его вроде открыли но почему-то не дали надо томагавку разобрать чтобы он нам не мешал убираем этих двух возвращаем рогу возвращаем мага возвращаем клерика на самом деле сделано все через одно место скорее всего нам дадут фишера на какую-нибудь из этих из прокачек собственно зданий но как вы видели сами у нас фишер открылся кстати надо забрать посох у него чтобы вы понимали вот например вот этот посох лича который у нас присутствует здесь у него 94 спел и 94 уклонения а тут 40 ну тут правда 112 спел но опять же это уровень от 90 тут 112 то есть он разгонит в любом случае тут каша очень высокая скорость но я думаю поменять просто посохи местами и как вариант можно улича забрать нужно посох сейчас отдать его могу так посох ли ты издеваешься вот мне чем не нравится вот этот она ведь она предлагает экипировать вот на хрена мне экипировать когда мне нужно снять его вот система часа говоря не очень удобная она ответе ну я хочу снять посох а мне предлагают его экипировать вот на хрена мне его экипировать но система конечно ужасное в этом вопросе придумано мне нужно снять этот поскольку я понимаю что мне не нужны другие предметы которые были бы еще здесь мне унина не дают снять самом деле его можно снять нужно просто снять вот эти вот предметы и но видите она его автоматически выбирает не знаю как его снять на самом деле его нужно снять поэтому давайте расщепим тогда этот предмет на самом деле сделано все как-то через одно место потому что но если мне нужно снять предметы я хочу его снять и мне не не хочу 300 раз нажимать на одну и ту же кнопку чтобы он попытался только снять но я думаю синий пост для мага это будет лучшее решение потому что собственно видите да то есть с первого раза он его снял но вот блин вот как так перекинем пока дадим ему на наш посох и вернем у него первых две триньки у этого посох плюс он уже понятно что маличем особо не планируем играть на все монопол а это а это вообще на спал убираем собственно лича возвращаем себе клерика возвращаем мага на самом деле вы видели то что у меня открылся как бы фишер то есть он по квесту открылся но почему-то он недоступен то есть я вот выбираю например где он гильдии собственно нажимаю например на том же паладине я хочу например фишера выбираю мне а фишера здесь нету вот видите да то есть фишка здесь нету почему-то хотя он открыт топ без логики то есть в одной из серий вы видели как мы беседовали с пиратом в прошлой серии и я как раз именно с фишером взаимодействовал здесь его просто нету обидно баги такие знаете не самые лицеприятные ну для нас паладине особо интересен поэтому не будем на нем акцентировать свое внимание ну чё могу сказать будем качаться будем качаться раз нас ваншотнули но там скорее лучники очень опасны можно даже попробовать еще раз давайте попробуем может еще раз пробить может нам просто с раскладом не повезло из разряда слишком много лучников было который нас ваншотают давайте попробуем еще раз 4200 просто нет слов верите давайте еще раз попробуем может нам на лучников не повезло либо нужно придется бафаться как ты чтобы пробить их чемпионов как игрок ранее арбу будут дефать потому что арба плюс тут написано 16 уровень квеста арбу будет любом случае дефать мы уже квесты все читали давайте не знаю что нибудь другое может выберем может нам повезет они смотрите на бесплатно арбу отдали честно говоря я удивлен я думал ее будут дефать честно ну вы сами все видели я дефал арбу и очень-очень сильно прогорел на этом потому что мобы очень-очень сильно бьют у меня можно кстати две арбы запихнуть кстати говоря давайте посмотрим что эти арбы дают вообще для посоха у нас собственно есть получается печка не знаю можно ли будет запихнуть нельзя эти посмотрим а у нас закрыт второй слот собственно увеличивает лечение на 25 процентов ну а чтобы открыть сыр слот скорее всего нужно прокачивать этот давайте уберем то что он нам ничего не говорю вот собственно видите второй слот нам нужно еще плюс один уровень получить на печки тогда мы сможем сложно сказать какая нужна конкретно арба но там а я как видел арбы есть вот смотрите вы например в маркете видел собственно есть вот арбы они смотри обновился собственно эти обновились сам магазин обновился но на самом деле уклонение 46 это конечно интересно но он синий на 200 тысяч это слишком дорого ну а в принципе больше нам особо тут ничего интересного опять же арба слот видите да то есть в конце приписка арба слот арба слот вот здесь продажа арбы нет шумом показатель на самом деле арбы продаются там присутствовал я помню огонь холод арбы возможно они как-то будут усиливать но если я правильно прочитал и перевел то это арба будет высасывать жизнь если не ошибаюсь да на 25 процентов дамага но на самом деле это интересная арба и она достаточно сильна будет учитывая то что сколько он вливает урона сам маг то есть по тысяче то и даже 25 процентов ну и теории если вторая арба то это 50 процентов от дамага то это откровенно до хрена он просто будет постоянно ну сейчас 25 если прокачать уровень вытащить слот прокачать уровень собственно на второй токен и она как раз будет на очень много то есть в принципе арба неплохая целом если смотреть этого что за книги это у нас книги на спелл ясно давайте уберем пока орбы на самом деле реген но опять же и вы же не будьте в серые вещи втыкать 2 на реген который имеется ввиду давайте что-нибудь прокачаем в идеале каш лечение прокачать но и она я не думаю что особо полезное для нас будет на магу чисто видишь и защиту от этого процент процент защиты то есть на один процент защиты я думал тут два процента все-таки поинтереснее смотрится это получается восстановление и вот этот по поводу вот этого дождя я считал чем больше людей тем более эффективен этот дождь астральные планы это просто регена собственно хп и здоровье пока вы в астральном плане но это восстанавливая получается регенерирует магия ну ничем особо тоже не примечательный ну в принципе как вариант можно его тоже прокачать единственное тут нужно прямо в него вливаться потому что реген маны это единственное тут написано таргет али то есть тем самым шаман сам себе залить ману скорее всего не сможет ну но я думаю что он скорее всего сам себе залить ману не сможет что кстати говоря очень плохо ты либо не крит и давайте может лечение хотя лечение особо не погода вам не сделает у нас пятая книжка тем самым и не можем качать выше пятого уровня собственно это век но для нас он в принципе не особо важно это домашний скилл для клерика я сумму не актуален собственно это голд за квесты это резурект это чуть больше процентов я посчитал если она по 3 процента так продолжит то это где примерно 9 на 27 то есть это около 30 процентов хп и магии ну главное чтобы он его риснул а дальше знаете уже там как говорится поднимем на самом деле нужно поднимать лечение своему хилу потому что но он счет как-то вообще дохловато сложно сказать что из этого выбрать просто у него здесь получается скил спелл плюс 12 уклонения и тут спелл плюс 23 то есть если она переплюнет вот эти вот 36 там получается с критами и чудо куча то есть если она переплюнет то в целом неплохо если не переплюнет то она бесполезна то есть у нас сейчас спелл вот как же мне не нравится способность постоянно мешать мне спелл 100 136 если она его переплюнет то да неплохо давайте посмотрим кстати для переплюнет ли посох перри плюнет ли посох этого маговский то есть к нам ильичовский переплюнет ли ну он не переплюнет 112 плюс 112 да он чуть сильнее будет лечить но он без крита будет то есть для нас крит наверное будет даже важнее то есть я свете сейчас 100 про 150 крит но в принципе я думаю крит у него и так будет хотя можно потестировать посильнее лечение все таки оно поинтереснее будет давайте попробуем и отдадим это этому пускай он его использует единственное теперь у нашего шамана получается нет защиты я правильно понимаю у него уклонение в ноль упала у него здесь почему-то тренька упала упала тренька нужно будет ее новую подобрать выкинем пока мы вернем себе клерика верните мне клерика посмотрим что там по квесту вот кстати говоря как вариант книгу отдать этому попробуем пройти пробежать последний квест книгу 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 да оказалось даже можно без бой на самом деле это было очень смешно и на самом деле резурект конечно это по хп это шикарная вещь у нас куда-то обратно телепортируют да за 10 тысячи брать внимание цены ну это ж вообще мы так долго бьем они в 10 тысяч просто перемещение по прямой по прямой за 10 тысяч а это тяжелый бой будет если бы х тут есть значит тяжелый бой потому что эти они скорее всего у нас ну на семерке уходим в астрал он уже кинул метку серьезно ах ричу так быстро то блин а ну у нас по инициативе сделали мы ни хрена не сделаем у нас просто сделали по инициативе и тут еще бэкстеп на самом деле бэкстеп ему не поможет гард все начинаем бить рогу на шамана вешаем астрал точнее не на шамана а на этого нам кровоток повесили ну кровоток как я говорил ранее для нас бесполезен и маг кастует в этого говнолучника собственно минус лучника так называемый охотник собственно метка ну метка она останется с нами до боя до конца для нас повесили фури это очень плохо то есть мы будем атаковать теперь только его но опять же на рогу фури не подействовало поэтому режем клерика так называемого их он не выжил остался рога и а он кастует на себя блэс но блэс вам не поможет кастуем так называемые фурии так называемые ярость чтобы они били нас именно проблема в том что он он может его ударить да собственно как и получилось кастуем астральный план на него для того чтобы он постоянно был в астрале чтобы его никто не атаковал нашего мага причем свои же не атаковали то есть тут понимаете тут не сколько враги сколько свои атакуются нашего этого режем этого он правда под защитой урон будет небольшой но нам хватило кстати убили так называемого ниндзя давайте ударим танка старгетим его вот вы сами все видите мы бьем своего из-за этой говнометки на самом деле тут важно не бить своего потому что ну просто очень и очень больно будет минус 700 но урона не хватает чтобы убить танка ну оно и понятно это же танк срезали танка так называемого бх плюс 600 монет возвращение они говорят про возвращение опять 10 тысяч да а нет тут поближе за 500 монет только не ну очень дорогое перемещение 10 тысяч перемещения это же вообще капец куда нафиг такие цифры блин нам дали книгу и дали немного кристаллов дали склянку на 250 на 4 раунда на самом деле это очень мало собственно я думаю мы с вами на этом закончим всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока пока